Физики КФУ выступили с инновацией для медицины. Кто обладает золотой кровью? Смена часового пояса. А нужно ли? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Сотрудники кафедры вычислительной физики Института физики Казанского Федерального Университета совместно с коллегами из Томского государственного университета научились управлять прочностью металлических сплавов с помощью внесения в них пористости произвольного характера. О том, что это такое и как применяется на практике, узнаете далее. Любые научные исследования можно поделить на две категории – прикладные и фундаментальные, где первые – это исследования, направленные на изучение частных явлений в рамках общих законов и на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. Вторая же – работа и результаты, которые носят фундаментальный характер. Ту работу, которую проделали сотрудники Института физики Казанского Федерального Университета совместно с коллегами из Томского государственного университета, является как раз той, которая нацелена на понимание законов природы и происходящих в ней процессов. Объектом исследования стал металлический сплав никелида-титана, в котором оба химических элемента – никелида-титан – содержатся в одинаковых пропорциях. Мы не ставили цель изначально создать материал для протеза или для импланта. Мы решали задачу, связанную с прочностью металлических сплавов. И все это делаем на примере конкретного сплава никелида-титана. Если говорить с точки зрения физики, то прочность, механические свойства, прочность, пластичность, упругость – все это определяется структурой. То, какова структура данного материала, как атомы, молекулы располагаются в этом материале. Но интересно то, что если помимо расположения молекул варьировать такой параметр, как пустоты, присутствующие в данном материале, то появляется дополнительный инструмент, который также влияет на прочностные свойства данного материала. Вот как раз-таки это и есть наш основной результат. То есть мы показали на примере никелида-титана, что варьируя пористостью данного сплава, можно в определенном диапазоне, конечно же, в разумном диапазоне, управлять пористостью. Управлять, конечно же, в кавычках. Успех эксперимента полностью зависит от того, насколько используемый в имплантации материал будет по прочности уступать и превалировать над окружающей тканью. Перевес в обе стороны будет значить либо скорый износ изделия, либо же его отторжение человеческим организмом. В качестве основного металлический сплав никелида-титана был выбран не случайно. Его способность уживаться с клетками человеческого тела очень высока, а значит и успешный исход имплантации тоже возрастает. Если имплант по прочности уступает окружающей ткани, той ткани, в которой он внедряется, то очевидно, что это плохо. Он со временем может разрушиться, прийти в негодность, и потребуется его замена. Но с другой стороны, если у него прочность будет очень высокая, очень высокая, превышает намного ту ткань, в которую он внедрён, то это тоже очень плохо, потому что он будет разрушать своим присутствием эту самую ткань. Она будет приходить в негодность. Поэтому очень важно подобрать такой материал, который будет, во-первых, смотрите, не отторгаться, это раз такое требование, очень серьёзное требование, мало материалов, которые этому свойствам удовлетворяют, и по прочности соответствовать биологической ткани. И вот оказывается, что никелититана многим свойствам удовлетворяет. Он действительно по ряду характеристик приближает требования, которые предъявляются имплантом к этим материалам. Это исследование уникально тем, что было проведено совместно с томскими коллегами. Они взяли на себя экспериментальную часть, то есть изготовление и испытание. Работа Института физики Казанского федерального университета заключалась в проведении расчётов и рассмотрении таких ситуаций, когда пористость является очень малой и практически специфичной, а сами поры составляют очень малый размер. Такой материал получить экспериментально очень сложно, но результаты уже предвосхищают будущие экспериментальные наработки. Да, вот это как раз-таки образец данного материала, это никелититана. Вот такой вот у него серый цвет, он вроде бы даже на металл не похож, но на самом деле это металл, металлический сплав. Ещё раз, называется никелититана. Здесь никель и титан представлены в равных пропорциях, 50 на 50. И вот если присмотреться, то видно, что он пористый. Это микропористый образец. Кстати, вот именно такие образцы, они уже сейчас используются в медицине, в качестве имплантов. То есть изготовляются импланты нужной формы, и уже потом как бы всё это дело устраивается. Когда исследуются свойства механические этого материала, то, как правило, изготавливаются специфические формы предмета, например, такие пластины. На основе них можно изучить, какая пористость у этого материала. Он тоже вот видно на просвет. Он просвечивает. Наверное, видно же, да? Вот такие малые отверстия проглядываются. Это и есть как раз-таки пористость. Монолитный же аналог выглядит таким вот образом, например, в виде спицы. У этого сплава есть ещё одно удивительное свойство, которое также используется в медицине. Удивительное свойство исключается в том, что он сохраняет форму. Если этот предмет его сдеформировать, изогнуть, но сейчас мы это не будем делать, если его изогнуть при определённой температуре, а потом снова нагреть, то какая бы деформация была, он снова примет изначальную форму. Вот такой эффект называется эффектом памяти формы. И никелититана этим свойством обладает. По словам Анатолия Мокшина, сотрудникам кафедры удалось, исследуя сплав никелита титана, получить общее уравнение, с помощью которого можно заранее определять прочностные характеристики сплава в зависимости от того, каким образом в нём реализуется пористость. В дальнейшем это станет отличной площадкой для исследований ещё больших достижений в этой области. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Человеческие органы и ткани по кровеносным путям получают необходимый для жизни кислород. Группа крови генетически наследуется и не изменяется в течение всей жизни человека. Часто ли вы встречали такое понятие, как золотая кровь? Если вы ни разу не слышали о ней или слышали, но совсем мало, самое время узнать, в чём её особенности. Группа крови человека – это генетически обусловленный иммунологический признак крови. Её определяют антигены, которые находятся на красных тельцах. Кровь смешивают с тест-реагентом, который содержит известные антитела, чтобы определить её принадлежность к той или иной группе. Всего их существует 4 вида – А, Б, А, Б и Ноль. По статистике, примерно у 40% населения Земли кровь первой группы, у 32 – второй, у 22 – третьей, А самая редкая группа крови, четвёртая, встречается всего у 6%. Изучение и определение группы крови вообще началось, и придумал её Ланштейнер в 1901 году. Это непосредственно тот метод определения, и он даётся от рождения от матери к ребёнку, и определяет нашу индивидуальность, определяет, у кого какая она группа – первая, вторая, третья или четвёртая, их всего 4. И определяется наличием антигенов на эритроцитах. Либо они есть, либо их нет. И в зависимости от этого уже определяется групповая принадлежность человека. Резус-фактор является наследуемым свойством и может передаваться от родителей к детям. В 1941 году американские врачи провели опыты, в результате которых удалось получить антитела к резус-фактору. Они назвали данный фактор в честь резус-макаки, на которой был проведён эксперимент. Знание резус-фактора позволяет избежать осложнений при переливании крови и решить проблемы, которые могут возникнуть при планировании беременности. Минус в том, что такие люди с нулевым резус-фактором, они при каких-то сложных ситуациях возникающих, при которых нужно проводить переливание пациенту с таким нулевым резус-фактором, доноров, к сожалению, нет. То есть найти донора для такого человека очень тяжело, потому что их ограниченное количество. В чём плюс? Плюс в том, что такой человек с нулевым резус-фактором является универсальным донором. То есть любому человеку, у кого положительный или отрицательный резус-фактор, кровь такого пациента с нулевым резус-фактором можно приливать в любом неограниченном количестве. Четвёртое, самая редкая группа крови, называемая «золотой», имеет резус-фактор ноль. Она была выявлена всего у 43-х человек по всему миру за последние 50 лет. Её можно считать универсальной, ведь эта кровь подойдёт для переливания носителям остальных групп. Однако людям, которые имеют резус-фактор ноль, при необходимости смогут помочь только доноры с таким же резусом. Золотая кровь редко передаётся по наследству, как правило, считается результатом совершенно случайных мутаций. Считается, что золотая кровь появилась в результате спонтанного изменения гена, который кодирует резус ассоциированных гликопротеин. Этот белок необходим для направления резус-антигенов к мембране эритроцитов. Мутация гена часто связана с заболеванием, которое известно как наследственный стоматоцитоз. Гены появляются в результате мутаций или иногда рекомбинаций. Но то, что касается резус-фактора, там на самом деле этих генов несколько. И, в частности, тот же самый резус-фактор положительный и отрицательный определяется мутацией в гене антигена D. Там могут быть делеции или неактивные формы. И отсюда возникает ситуация, когда есть резус-конфликт, связанный с наличием положительного или отрицательного резус-фактора. Поскольку этот белок не работает в результате, естественно, мутационных событий, то комплекс не собирается и вообще резус-фактор любой отсутствует. Золотая кровь уникальна, но в то же время опасна. С одной стороны, у ее носителей есть возможность спасти бесчисленное множество жизней. Но с другой, им постоянно следует беспокоиться о том, чтобы избегать ситуации, когда может понадобиться переливание. Аделия Шафигульна, Кристина Отекина, Университет Новости. Как правило, в зимний период световой день становится заметно короче, что может стать весомой проблемой в жизни людей. Так и в Казани жители города столкнулись с вопросом смены часового пояса, ведь поздние рассветы и ранние закаты влияют на сон и продуктивность. А о том, нужен ли на самом деле перевод часов, узнавал наш корреспондент. При выборе часового пояса важным фактором является географическое расположение территории. Республика Татарстан расположена в центре России и входит в московский часовой пояс. Не так давно в социальных сетях жители республики массово выступили за смену часового пояса. По мнению большинства, светового дня недостаточно для здорового сна и продуктивного дня. Одним из аргументов в пользу перехода стал ранний рассвет летом и ранний закат зимой. Наш пояс, в котором мы сейчас находимся, третий. И в принципе, вот много сейчас почему-то возникает вопросов, а почему нам не перейти на другое время, и в общем-то, почему мы живем по московскому времени. Ну, первое. Во-первых, уже был эксперимент, когда только не Казань перешла на, скажем, третий пояс, а Москва перешла на второй. Я жил в это время. Это был где-то 86-й год. Такая была чехарда, потому что я назил двое часов. Поезда ходили по московскому времени, мы жили, скажем так, по казанскому времени, ну, на самом деле, бывшему московскому. Еще в апреле 2018 года Государственный совет Республики Татарстан обсудил вопрос о смене часового пояса. Однако депутаты пришли к выводу, что предложение в современных условиях не актуально. С точки зрения астрономии не Казань живет по московскому времени, а Москва по казанскому. Оба города расположены в третьем географическом часовом поясе. Иными словами, оптимальная разница с Гринвичем должна составлять три часа. Центр этого географического часового пояса находится на долготе между Нижним Новгородом и Чебоксарами. То есть время рассвета, полудня и заката как раз в Казани соответствует более-менее оптимальному. Иначе говоря, в Татарстане светает когда надо. Это в Москве и в Санкт-Петербурге позже положенного. Однако летом разница между московским часовым поясом и гринвичским составляет два часа из-за перехода Великобритании на летнее декретное время. Так вот, Москва живет по времени не второго пояса, где она находится, а по времени третьего пояса, где находится город Казань. И разумеется, мы как раз сейчас с вами живем по поясному времени третьего пояса. Притом находимся недалеко от центрального меридиана этого пояса. И считается, что для биологических часов это самое лучшее время тех, кто живет вот как раз рядом с центральным меридианом этого третьего пояса. Или другого, который существует на земном шаре. Перевод стрелок часов на час или два позже может повлечь за собой и негативные последствия. Например, метеорологи приучены работать по гринвичскому времени. Все карты составляются согласно всемирному координированному времени. Однако переход в другой часовой пояс повлияет на координацию. Также проблемой является и нестабильность между летним и зимним периодом. Продолжительность светового дня слишком разнится. Это может стать возможной причиной путаницы в биологических ритмах людей. Иван Шаньшеров, Валерия Карташова, Николай Осуховский. Универновости. Ботанический сад Казанского федерального университета планируется включить в список особо охраняемых природных территорий федерального значения. Соответствующий проект постановления Кабинета министров Татарстана разработал Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам. Заведующий учебно-ботаническим садом Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Нияс Салахов сообщил, что с инициативой включить ботсад КФУ в список особо охраняемых природных территорий выступил сам ВУЗ. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok